для цветочков нам понадобится два цвета бисера основной цвет для цветков это белый и для сердцевинки желтый китайский бисер 12 номера сами цветочки я решила сплести немножко из другого сорта бисера это белый цвет бисера и он очень очень мелкий бисер японский тоха 15 номера я использовала в своих ландышах микс основной цвет бисера у меня номер 981 каждый пакетик по 5 грамм и я использовала 4 штуки таких пакетиков и один цвет один пакетик тоже 5 грамм номер этого бисера 0141 делаем микс 1 к 4 то есть к 20 грамм белого оттенка бисера добавляла один пакетик то есть 5 грамм перламутровый прозрачный с радужным таким отливом я не знаю насколько передаст эта камера видно не видно вот сам основной цвет белый идет при наборе в миксе попадаются вот если видно такие вот прозрачные бисеринки и вот именно вот эти вот прозрачные с радужным отливом бисеринки придают очень такой вот интересный отлив самому готовому цветку уже почему выбрала именно такой размер бисера потому что я очень давно хотела сплести такие цветочки как ландыш и мне хотелось а максимально по масштабу сплести их натуральную величину смотрите то есть каких размеров природе встречается этот цветочек точно также его перенести в бисер если плести такой цветок из китайского обычного бисера 12 номера то естественно по масштабу цветочки будут крупнее если кому интересно то такой бисер я приобретала в магазине леонардо сам цветок я буду плести из проволоки диаметром 0,3 миллиметра отрезаем от катушки проволоку длиной 20 сантиметров на проволоку нанизываем 9 бисерин оставляем небольшой кончик сантиметра 3 отодвигаем две бисеринки на небольшое расстояние одну первую бисеринку отодвигаем чуть дальше и вот этим длинным концом проволоки проходим через вторую отодвинутую бисеринку в обратном направлении проволоку подтягиваем к бисеринкам основной массы так чтобы оставался хвостик длиной 3 сантиметра ориентировочно бусинку затянули получилось вот так теперь длинным концом проволоки нанизываем еще пять бисерин опускаем бисеринки все вниз вот и теперь там где у нас маленький конец проволоки отодвигаем от основной массы две бисеринки вверх и большим кончиком проволоки проходим через эти бисеринки подтягиваем вот такой лепесток получается далее набираем также 9 бисерин на большой кончик проволоки опускаем к нашему полученному лепестку точно также отодвигаем две бисеринки одну чуть подальше и в обратном направлении кончиком проволоки проходим через вторую бисеринку все бисеринки и проволоку затягиваем подводим к основной массе бисера далее набираем уже пять бисерин опустили и теперь нужно пройти большим кончиком проволоки в обратном направлении через две бисеринки и противоположной стороны то есть вот этой стороны лепестка находим две бисеринки и вот таким образом проводим проволочку через них и затягиваем получилась вторая петля точно таким же образом самостоятельно проплетаем еще четыре таких лепестка в результате получается вот такая заготовка для цветка теперь нам необходимо сплести сердцевинку для цветочка возьмите небольшой кусочек проволоки я использовала сорную проволоку 5-6 сантиметров достаточно будет набираем на эту проволоку три бисеринки желтого цвета и теперь из этих бисеринок нужно проплести просто петельку один кончик побольше оставляем один поменьше получается вот такая заготовка теперь давайте соберем цветочек возьмем заготовку для цветка проволоки в разные стороны раздвинем для удобства и пальцем пальцев ставим в центр и лепесточки загибаем вверх далее у каждого лепесточка отгибаем в обратном направлении по одной бисеринке вот так вот так должно получаться и теперь ставим сердцевинку вот таким образом сначала прикручиваем один конец заготовки центральной проволоки сердцевинки и дальше уже обматываем вокруг второй конец заготовки скручиваем и смотрим чтобы лепесточки все налегли друг за дружкой вот получается как бы вот такой вот цветочек закручиваем проволоку что-то уже похожее на ландыш у нас вырисовывается здесь уже нужно просто вредать форму вот такой вот ландыш такой цветочек получается для бутонов я использовала точно такой же способ плетения бутон немножко формируется по другому точно так же мы собираем цветочек но только вот эти вот кончики лепесточков вот эти последние бисеринки у лепесточков не выгибаем вот сюда а просто формируем такой вот бутончик наоборот лепестки скручиваем вовнутрь вот у меня получается вот такой вот бутончик далее берем тейп ленту зеленого цвета и разрезаем эту ленту вдоль пополам берем бутончик либо цветочек и маскируем проволоку тейп лентой отрезаем лишнее оставляя кончик ножки у цветка длиной где-то два два с половиной сантиметра все точно так же я проделала с остальными цветочками и бутончиками всего на стебель нам понадобится 3 бутончика и 10 цветочков когда полностью все заготовки готовы приступим к сборке в качестве стержня основу цветка я использовала вот такой вот стержень это у меня флористический стержень диаметр проволоки 1,2 миллиметра берем отрезок проволоки этой длиной где-то 20 сантиметров и изгибаем его сразу вот в такой вот немножко изогнутое положение и начинаем сборку с бутонов берем каждый бутон каждый цветочек и изгибаем его как крючок вот так так должен выглядеть цветочек бутончик вот и его мы присоединяем прям сразу к верху к верхней части проволоки также разрезанные вдоль пополам тейп ленты прикрепляем полностью прикрепили скрыли кончик проволоки цветка далее только тогда приступаем к присоединению следующего цветочка берем следующий бутон точно так же сгибаем крючкообразно и присоединяем по отношению к центральному бутончику немного вбок где-то вот на таком расстоянии не старайтесь слишком близко сажать друг другу цветочки точно так же обматываем цветок примотали до тех пор пока проволочка полностью этого цветка не скроется под тейп лентой далее берем третий бутон также придаем ему форму и сажаем уже относительно первого бутончика по другую сторону можно чуть ниже чем вот второй цветок так получается далее снова с этой стороны прикрепляем уже цветок то есть сам стебель будет идти из цветочков которые будут располагаться в два ряда один ряд по левую сторону относительно центрального цветка и второй ряд тоже относительно но они не будут друг против друга находиться они будут идти вот в таком зигзагообразном положении то есть следующий цветок мы прикрепляем уже с этой стороны расстояние от этого цветка и следующего ориентировочно должно быть около двух сантиметров продолжаем сборку берем следующий цветок прикрепляем его по другую сторону относительно центрального цветка чуть ниже чем вот этот цветочек то есть вот на таком расстоянии и точно так же все остальные цветочки по такому же принципу присоединяем к стеблю в итоге получается вот такая веточка обмотку тейп ленты делаем до конца для плетения листиков ландыша я выбрала вот такой вот черный цвет это 12 номер бисера китайский вот и нам понадобится осевая проволочка берите такую потолще чтобы лепесток у вас впоследствии мог держать форму у меня проволока осевая вот такую я использовала диаметром 0,8 миллиметров нам понадобится кусочек такой проволоки длиной где-то 15 сантиметров и рабочая проволока 0,4 диаметра на проволоку не отрезая от катушки набираем зеленый бисер далее нужно нам соединить осевую и рабочую проволоку для этого я к осевой проволоке приматываю небольшой кусочек рабочей проволоки от катушки с набранным бисером в своем букетике я использовала три размера листика большой средний маленький на примере маленького я покажу как плетутся листья на ось для этого набираем три с половиной сантиметра бисера далее нам нужно проплести 10 пар дуг заостренный верх и заостренный низ но в процессе будут добавляться добавочные бисеринки сейчас я вам покажу на каком этапе где добавляются дополнительные бисеринки в процессе плетения я буду вести прошивку листика если кому удобно плетите точно так же как я либо можете использовать дополнительную ось вначале проплетаем одну пару заостренный вверх заостренный низ для этого рабочую проволоку по отношению к осевой кладем под углом 45 градусов так как низ тоже заостренный точно таким же способом проволоку кладем по отношению к осевой рабочую под углом 45 градусов плели одну пару дуг на этом этапе добавляем две добавочные бисеринки набрали также везде проплетаем заостренный вверх заостренный низ вот так получается и на этом этапе я начну прошивать на маленький листик хватит сантиметров 10 проволоку 0 3 диаметра складываем ее пополам находим середину оси и с лицевой стороны на изнаночную продеваем проволоку на изнаночной стороне разводим в разные стороны концы этой проволоки смотрите так чтобы проволока легла прямо между бисеринками на оси прошивать будем с изнаночной стороны на лицевую то есть проволоку заводим за первую дугу выводим проволоку на лицо с лицевой стороны эту же проволоку огибая дугу возвращаем обратно на лицевую сторону так и затягиваем вот первая дуга зафиксирована дальше захватываем вторую дугу вытягиваем проволоку и затягиваем коси при этом следите чтобы проволока ложилась на лицевой стороне ровно между бисеринками чтобы ее не было заметно и так последующие дуги все прошиваем все мы зафиксировали эту сторону эту сторону фиксируем самостоятельно полностью прошили со всех сторон проволочки не отрезаем каждую пару дуг проплетенную также будем фиксировать вот этой вот прошивной проволокой далее я набираю еще две добавочные бисеринки на ось и снова проплетаем две пары дуг каждую из которых в последовательности фиксируем прошивной проволокой а Продолжение следует... Далее снова набираем две добавочные бисеринки и проплетаем еще две пары дуг. Вот так в итоге получается. Дальше вам нужно будет набрать еще две добавочные бисеринки и закончить листик тремя парами дуг. Всего, если вы потом посчитаете, у вас должно получиться 10 пар дуг и 4 раза в листике должно присутствовать по две добавочные бисеринки. Такой лист в итоге получается. Это маленький лист. Когда вы проплели последние три пары дуг, обрезаем центральную ось и загибаем ее на изнаночную сторону. Проплетая, также ведем постепенно прошивку по центру. Когда вы полностью закончили работу, нужно прошить листик еще в двух местах. Это около основания, то есть в виде вот такого вот треугольничка. И на конце листика тоже в виде треугольничка. Прошивку нужно начинать на уровне там, где у нас ось заканчивается. То есть там, где набор бисера на оси заканчивается, начинаем прошивать в обе стороны. Точно так же и здесь. Здесь бисер на оси заканчивается, отсюда начинаем вести в обе стороны прошивку. Вот такой вот листик получается. Это маленький листик. Итак, на мой кустик у меня вышло три маленьких листика, два средних листика и один большой листик. Здесь я уже так накидала, как будет все это в пучке смотреться. Давайте пройдемся по размерам. Маленький листик, напомню, состоит из 10 пар дуг на оси 3,5 см бисера. И мы везде, где проплетаем первую пару дуг, мы набираем 2 добавочные бисеринки. Потом 2 пары дуг, 2 добавочные бисеринки, 2 пары дуг, 2 добавочные бисеринки. В итоге на маленьком листике получается 4 раза под 2 добавочные бисеринки. Всего 10 пар дуг. Рассмотрим средний листик. Средний листик у нас состоит из 11 пар дуг. После того, как на ось набрали 4,5 см, проплетаем 1 сначала пар дуг, потом 2 добавочные бисеринки, снова 2 пары дуг, снова 2 добавочные бисеринки и так далее. Но здесь у меня закончен, заканчивается лист двумя парами дуг. И всего количество раз добавочных бисеринок получается 5 штучек. И большой листик. Его особенность в том, что он состоит из 12 пар дуг, 5,5 см бисера на оси. И количество раз повторяющихся 2 добавочные бисеринки составляет 6 раз. И последняя пара дуг, 12 должна пройти одна. И точно так же прошивка идет дополнительно снизу и сверху. На большом, так и на среднем листике. Когда полностью все составляющие букетика готовы, то есть все листики, все цветочки, можно собрать букет. Кстати, забыла сказать, что из того количества бисера, сколько у меня было в наличии, у меня получилось всего 6 веточек. У меня было 5 пачечек по 5 грамм. То есть ориентировочно 1 пакетик на 1 веточку нужно будет. А у меня сколько получилось, столько получилось. Из этого количества я буду формировать свой букет. Далее берем лист ландыша, придаем ему форму. Вот такую. И вкладываем вот сюда в лист цветочек. И с помощью тейп-ленты соединяем цветок-лист. Цветочки впоследствии мы расправим, когда все соберется воедино. Теперь делаем все то же самое с остальными листиками и цветочками. В итоге у меня вышло 3 цветочка с тремя маленькими листьями, 2 цветочка с средними листьями и 1 цветочек с большим листиком. Теперь это все нужно сформировать в букетик. Возьмите цветочек с большим листиком, далее цветочек с маленьким листиком. И вот таким вот образом присоединять. Сейчас будем, чтобы маленький листик немножко выходил за большой. И в таком положении соединю с помощью обычной нитки. Нитку можно взять любого цвета, не обязательно черного. И как можно плотнее прикручиваем ниткой ножки у цветочка. Дальше возьмем цветочек со средним размером листа. Вот. И с тыльной стороны вот в таком положении, наверное, присоединю. Присоединяем еще один цветок со средним лепестком. Ничего страшного, ландыш можно немножко крутануть. В сторону листка. Форму дополнительно мы уже кустику потом придадим. Сначала нам нужно их соединить. Так. Лицевой стороной, значит, я присоединяю. Так. И закрепляем опять ниткой. Так, только смотрите, что у нас выходит на данном этапе. Большой лепесток с маленьким цепляем. Дальше по отношению этих двух средние лепестки сзади, спереди прикрепим. И осталось у нас два маленьких. Так, дальше тоже смотрите, как вам удобней, чтобы смотрели ландыши. Разверну я их к листку. И вот здесь, наверное, присоединю. Здесь еще маленький листик. Вот, и остался последний. Нужно ему найти место. Так, ориентир держите, чтобы большой лист, он один у нас, как бы, в середине букета оказался. Так, вот так пока что. И этот мы тоже, наверное, лицом развернем к листку. И вот сюда нам не хватает для пышности букета. И последний присоединяем. Полностью все смотали. Оставляем небольшой кусок нитки. И завязываем кусок этой ниточки, чтобы ничего не распустилось. Так, смотали, закрепили. Теперь вот эти ниточки на ножке нужно спрятать под тейп-линту. Вот и все. Теперь просто нужно распределить все листики, все цветочки, чтобы все это очень красиво, гармонично смотрелось в букете. Сажать я букетик буду вот в такую маленькую чашечку. Поэтому под мою чашечку хвостик я изогнула инструментами вот таким образом. И сейчас с помощью гипса зафиксирую вот в таком положении букетик. Гипс разводим в небольшом количестве холодной водой. И наливаем в чашечку. Такое количество достаточно. И сажаем туда букет. И ждем полного затвердевания. Вот такой вот букетик у меня в итоге получился. На листик я еще прикрепила вот такую вот бусинку, капельку. Как будто это капелька росы. И задекорировала гипс. Внутрь коршочка поместила кокосовое волокно. Кокосовое волокно я брала из вот такой корзинки. Очень хороший материал оказался. Эту корзинку я приобретала в магазине Фикс Прайс. Да, кстати, горшочек тоже из магазина Фикс Прайс. Здесь в этом горшочке были искусственные такие цветочки насаженные. Я только из-за горшочка и купила его. В итоге все пригодилось. Всем, кому понравилось это видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, если кто еще не подписан. Вас ждет еще очень много интересных работ. Всем творческих успехов. Пока-пока. Продолжение следует...